Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетс, где на ежедневной основе, в том числе выходные, мы постим аналитический контент и конкретные торговые рекомендации. Кстати, впереди выходные это не значит то, что у вас не будет возможности торговать. Не забывайте, что криптовалютный рынок открыт круглосуточно и движение на нем зачастую превосходит движение традиционных классических финансовых инструментов. Сейчас рынок криптовалют еще интересен, поскольку никто не может точно ответить на вопрос, как усиление санкционной риторики в мире в последнее время скажется на всей индустрии цифровых инструментов, на биткоине, топовых альткоинах. И есть точка зрения, которая предполагает, что переток средства из классических пиатных денег в цифровые активы будет тем самым долгожданным бустом. Но если вы следите за моим аналитическим творчеством, вы знаете и должны знать, что я не совсем разделяю такую точку зрения. Ну ладно, про биткоин мы еще поговорим. Давайте к повестке сегодняшнего экономического календаря. День будет жарким. Во-первых, мы по-прежнему следим за событиями в Восточной Европе, а во-вторых, еще и отчет Non-Farm Perils. Очень важный релиз для американской экономики, основная индикация рынка труда и еще один дополнительный аргумент для ФРС менять либо не менять политику. Ну, в данном случае можно немного перефразировать, насколько повысить процентную ставку и цифры по Non-Farm Perils сегодня отчасти помогут нам дополнительно получить ответ на этот вопрос. Напоминаю, друзья, то, что если мы сейчас обратим внимание на динамику доллара, я его анализирую через движение индекса американской валюты, котировки 97.88. Это многомесячный максимум. Я рекомендовал покупать этот актив, не задумываясь. И в целом идея очень неплохо себя оправдала. На данный момент рост индекса американского доллара опирается на собственный интерес к американской валюте как защитному активу. Во-вторых, это хорошая статистика. У нас была репетиция перед Non-Farm Perils в виде релиза ADP 475 тысяч новых рабочих места. И сегодня по классике жанра, учитывая корреляцию между отчетами ADP частного ведомства и официальным релизом Non-Farm Perils, есть высокая вероятность того, что и официальный отчет будет таким же хорошим. Поэтому моя субъективная точка зрения, мой прогноз, что сегодня по факту февраля мы увидим прирост новых рабочих мест на 400-450 тысяч. И, конечно же, это будет позитивным фактором для доллара. При такой динамике новых рабочих мест уровень безработицы может снизиться еще больше, с 4% до 3,9%. В этом случае до уровня, который мы наблюдали до начала пандемии, то есть в 2019 году останется всего лишь 0,2%. Совсем маленький шаг. Поэтому такая подводка к тому, что доллар стоит за экономикой, которая показывает темпы экономического роста в 3,5%. Уровень безработицы уже практически вернулся к значениям до пандемичных показателей. И, конечно же, американская экономика готова к тому, чтобы работать с более высокой ставкой и точно справиться с этим решением американского регулятора. Что говорил Паул по итогам его двухдневного выступления в Конгрессе? Самое главное то, что Паул снова просигнализировал о том, что регулятор по-прежнему намерен повысить процентную ставку и сделает это на 0,25%. Я пытаюсь определить точные параметры этого изменения на основании того, что мы услышали от самого Паула. Но если мы сделаем акцент дополнительно на рыночном настроении, что думает ни руководство ФРС, еще и рынок, а через инструмент Фэдвотч, то действительно почти стопроцентная вероятность того, что ставку поднимут на 0,25%. И лишь небольшой процент, кто все еще верит, что в марте ставку могут повысить на 0,5%. Все равно, друзья, не важно, насколько ее поднимут, это начало движения по пути ужесточения монетарной политики. Доллар должен на этом фоне выиграть. Доллар иена тоже сохраняем в покупках, как и раньше, цели 116 и выше. Золото. Снова мы протестировали сопротивление 1950 долларов за тройскую унцию. Последовала коррекция. Рынок драгоценных металлов остается крайне волатильным, но он все равно смотрит вверх, потому что золото классика сейчас страховки от инфляционных рисков и типичный защитный инструмент. Тем более, что золото уже за последние три недели не раз оправдало себя как тот актив, в котором можно держать средства, которые можно использовать для диверсификации портфелей. Напомню, что большинство прочих инструментов показали более скромную динамику, нежели чем золото. Золото в прошлом месяце выросло почти на 7%. Это очень хороший результат. Цели прежние 1980 и 2000. Рынок нефти продолжаем расти, как и ожидалось, 112.55. Сейчас в моменте впервые с 2008 года накануне золото черное протестировало сопротивление 115 долларов за баррель. По-прежнему основной триггер это опасения, связанные с нехваткой предложений. Сейчас эти опасения еще усиливаются тем, что многие зарубежные предприятия отказываются приобретать российскую нефть. Причем здесь нужно сделать ремарку. Это связано не с какими-то моральными соображениями, а с тем, что работать с российской нефтью сейчас на фоне сохраняющейся геополитической напряженности очень дорого с точки зрения коэффициентов и ставок по страхованию за транзит, будь то наземный, либо посредством морских перевозок. И себестоимость этой нефти для потребителей увеличивается в разы, друзья. С учетом еще и тех цен, которые мы видим в моменте. Дефицит предложения остается актуальной темой. Я думаю, что мы увидим нефть, бренд и WTI гораздо выше текущих уровней. И мне кажется, что единственное, на что стоит рассчитывать сейчас медведям, так это на естественное снижение стоимости нефти только после того, как она станет настолько дорогой, что ее просто никто уже не будет покупать. Но вряд ли это произойдет ниже 150 долларов за баррель. И по остальным активам вкратце. Биткоин 41 400 долларов сейчас снижается. Я говорил, что есть еще потенциал протестить сопротивление, точнее поддержку 30 тысяч. Очень многие говорят о том, что повышенный спрос через конверсионные сделки рубли биткоин сейчас будет способствовать тому, чтобы этот актив рос. Я с этим не согласен, потому что, судя по отчету Citigroup, россияне конвертируют примерно, приобретают, скажем так, ежедневно от 200 до 220 биткоинов. По текущему курсу, друзья, простая математика, около 10 миллионов долларов. Причем ежедневный оборот биткоина на глобальном рынке 5 миллиардов долларов. То есть вообще неиспоставимые цифры. И при всем уважении к рублю, даже в том случае, если двейная часть этих средств была бы конвертирована в непосредственно биткоин, и сравнивая с капитализацией его почти в 900 миллиардов долларов, я думаю, что приток этих средств никак бы не сказался на его капитализации. Я расцениваю рынок криптовалют как еще одну секцию рисковых активов, жду обвал фондового рынка, и, соответственно, движение биткоина также вниз. На этом, друзья, все. Большое спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия недели и хороших выходных. Всем пока.